Миллиардер Илон Маск знаменит созданием компаний, например, PayPal, да, это его, Tesla Motors, SpaceX, а также председатель SolarCity. Эта компания сегодня привлекла публичный капитал после задержки своего IPO и урезания цены акций. Сегодня я переговорила с Илоном и с основателем и гендиректором SolarCity Линдоном Райвом на Nasdaq. И позиции, зачем они решили вывести свою компанию на рынок акций в такое время, казалось бы, сложное. Я не думаю, что сегодняшний день будет слишком отличаться от дня через месяц или через два. Толчок, который получил сектор солнечной энергетики, те трудности, с которыми ему приходится сталкиваться, особенно в производстве, они никуда от нас не денутся в ближайшие два месяца. Поэтому важно рассказать людям, кто мы такие, и дать им шанс расти вместе с нами со временем. Да, и я хочу добавить. У нас состоялись очень бурные дебаты на тему того, должны ли мы оставаться частной компанией, закончить еще один финансовый год в частной форме или привлечь публичный капитал. В разное время мы были готовы поступить по-разному, но решающим фактором стало то, что мы проконсультировались у профессиональных инвесторов, которым мы могли полностью доверять. И спросили их мнение. Они рекомендовали выходить на публичный капитал сейчас, а не когда-то в будущем. И основываясь на этой рекомендации, мы шагнули вперед. В каком-то смысле это может сыграть вам на руку. Если вы изначально обещаете мало, то доход может оказаться неожиданно хорошим. Да. Да, именно. Если мы будем держаться наших глобальных целей, то сообщество инвесторов будет укрепляться в уверенности, что это не традиционная производственная компания. Они увидят, что это энергетическая компания нового типа. Энергетическая компания, создающая электричество там, где оно потребляется. Без устаревшей инфраструктуры, без направлений и распределений. Вы создаете электричество там, где оно нужно. Ешевле. SolarCity в основе своей компания по созданию распределенной энергии. Вы устанавливаете панели. Это одна из вещей. Делаете все владельцы. Я не думаю, что владелец хочет сам об этом думать и решать вопросы. Вы, ребята, берете на себя все, а потом еще и налоговые кредиты. Но как вы, ребята, умудряетесь оставаться на ногах без кредитов? И именно так. Для большей части США существуют два уровня стимулирования – федеральный и уровень штата. Стимулирование на уровне штата почти исчезло, но все же нам удалось снизить цены так, чтобы не пострадать о снижении регионального стимулирования. Федеральное стимулирование снизится к 2017 году с 30% до 10%, как и для любых горячих ископаемых. Если мы продолжим сокращать наши цены на 5,5% в год, то получим исключительно стабильный бизнес, очень похоже на то, что мы планировали до выхода на публичный капитал. Ты председатель, Иоанн, и ты его кузен, старший кузен. Будешь ли ты сидеть рядом и подталкивать его, говоря «Давай, снижайте цены?» Линдон и Питт сами отлично справляются с управлением SolarCity. Я только и делаю, что прихожу на собрание совета, чтобы услышать хорошие новости. Он делает немного больше, чем это. Ну, я делюсь идеями иногда. Я просто говорю, что ты уже проходил через IPO, через весь этот процесс Tesla, и ты знаешь, какие могут появиться трудности. Знаешь, что некоторые обещания не получается выполнить, а другие, наоборот, удивляют. Ты знаешь, что вся эта дорога может быть ухабистой. Да, я определенно не считаю, что это будет легко, я знаю, что впереди громадное количество работы. И, как мы уже сказали, нам нужно оптимизировать цены как минимум на 5% в год, чтобы успевать за сокращением стимулирования. Кстати говоря, когда вы планируете показать прибыли? Если говорить о денежном потоке, то наша цель выйти в плюс уже к концу следующего года. Илон, в сентябре мы с тобой прогуливались по заводу Tesla Motors в Калифорнии, в Северной Калифорнии. Да, верно. Он выглядит очень энергоемким. Это так, да. Почему SolarCity еще не поставляют вам электричество? Это немного грустная причина, по которой прямо сейчас мы не используем солнечную энергию в том, что у Tesla пока что недостаточно налоговых кредитов. Я знаю, звучит просто смешно. Я думаю, в какой-то момент следующего года, я уверен, мы будем использовать солнечную энергию на нашей фабрике Tesla. Линдон, это важный день для вас, ребята, для всех работников и так далее. Но фискальный обрыв, может, частично он стал причиной того, что не было большого интереса, как вы это видите? Или почему тогда вам пришлось пойти на такое снижение цен? Оно ведь очень значительное. Из категории 13-15 долларов опустится до 8 долларов. Лично я считаю, что фискальный обрыв сильно раздули. Я не думаю, что он стал причиной, по которой нам пришлось снизить цены. Все дело в том, что раньше люди уже много раз сильно обжигались обо все, что связано с солнечной энергией. С цилиндра и другие проблемы. Да, обычные производственные компании, привлекшие публичный капитал. Каждый раз, когда люди сделали ставку, они проигрывали все последние три года. А теперь мы снова вышли к ним и говорим, в этот раз все совсем по-другому, в этот раз все точно получится. Люди хотят быть уверены, что мы стоим того, чтобы ставить на нас. Илон, фискальный обрыв. Сыграл ли он роль в том, что Солар-Сити пришлось урезать цены? Если честно, думаю, это малозначительный фактор. Я считаю, что более важный фактор в том, как инвесторы смотрели на наш IPO. Последние где-то 10 IPO, в которые они вложились, все потонули. Вообще, нам говорили, что единственная компания, которая сейчас продает акции по цене выше, чем при IPO, это Tesla. Поэтому ситуация очень сложная, когда инвестор 10 раз тщетно слушал историю, которая казалась ему убедительной, а потом появляется 11-я компания и уверяет, что в этот раз наверняка все сработает. И это несмотря на то, что финансовые основы у нас очень мощные. Никто не может поспорить с бизнес-основами. Негативные отзывы, которые мы получаем, очень иррациональные. Что-то вроде «О, это солнечная энергия, и это плохо», но ведь финансовые основы очень сильны. Нам говорят «Солнечная энергия, и это плохо», а мы отвечаем «Ммм, но ведь это бессмыслица». У нас коэффициент валового дохода 100%, коэффициент роста потребителей 300%, но солнечная энергия – это плохо. Вообще, у нас мог бы стоять печатный станок, мы фактически создаем деньги. Но солнечная энергия – это плохо, но стойте.